Здравствуйте! В эфире город С. Татьяна Дмитриева. Какие существуют льготы по оплате имущественных налогов? В какой срок их надо оплатить и какие меры применяются к должникам? Об этом будем говорить сегодня. В нашей студии начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Самарской области Елена Данилкина и начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Самарской области Татьяна Попухина. Ваши вопросы озвучивайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Елена Викторовна, Татьяна Анатольевна. Скажите, пожалуйста, Елена Викторовна, напомните нам, какие налоги мы вообще платим, физические лица? Да, ну, самый главный момент хотелось бы напомнить нашим налогоплательщикам, что завтра, 1 октября, это последний день срока уплаты налогов, который установлен законодательством. В этот день, последний день для уплаты налогоплательщики, должны заплатить все имущественные налоги. Имущественные налоги – это три составляющих. Это транспортный налог, налог на землю, налог на имущество физических лиц. Да, кажется, все просто. И срок уплаты один стал, 1 октября. Да, с 2015 года установлен единый срок по всей России уплаты налогов, это 1 октября. Конечно, это удобно стало, особенно для тех налогоплательщиков, которые имеют в разных регионах России объекты. То есть, соответственно, не нужно как-то запоминать эти сроки, он один. А есть уже какая-то информация по тому, кто уже до 1 октября оплатил налоги? Потому что не обязательно ждать вот 1 числа и платить эти 1 октября? Да, конечно. Рассылка сводных налоговых уведомлений у нас уже завершена была еще в начале августа. Да, соответственно, все налогоплательщики эти заказные письма должны были прийти и получить на своих почтовых отделениях. Если такого каким-то причинам не произошло, то можно обратиться в налоговые органы, распечатать копию налоговых органов этих уведомлений. И, соответственно, оплатить по реквизитам, указанным в уведомлении. А что будет? У плата, конечно, у нас контроль проходит по поводу уже объемов поступивших платежей. Ну, порядка 40% платежей поступило досрочно. Ну, это хороший такой показатель, на мой взгляд. Да, 40% уже досрочно оплатили. Скажите, пожалуйста, Татьяна Анатольевна, если после 1 октября человек не оплатит, какие санкции будут к нему применяться? Если человек не оплатит после 1 октября налог, помимо того, что он будет нести дополнительную финансовую нагрузку, потому что начинают начисляться пени со следующего дня, а также, если мы перейдем к процедуре принудительного взыскания, гражданин вынужден будет платить и исполнительный сбор службы судебных приставов. Что такое процедура принудительного взыскания? То есть, первонаперво мы направляем должнику требования об уплате налога. Это своего рода уведомление о неуплаченной сумме налога, а также о сумме пени, которая начислена на момент направления требования. В требовании в обязательном порядке указываем срок его исполнения. Так вот, если оно не будет исполнено в этот срок, то здесь начинается судебная процедура взыскания в отношении физических лиц. Мы направляем заявление в суд, получаем там исполнительный документ, исполнительный лист, либо судебный приказ, и направляем его в службу судебных приставов. Понятно. И дальше могут быть различные ситуации, да? Совершенно верно. Вплоть до того, что имущество может изыматься. Скажите, пожалуйста, а с какого момента вы начинаете рассылать вот эти вот уведомления о неуплате налогов и пени, сумме пени? Требования. Требования мы начинаем рассылать после наступления срока уплаты налога, то есть мы выявляем тех граждан, кто не уплатил налог в срок до 1 октября, и уже направляем им требования. Значит, требования мы направляем в течение трех месяцев с наступления срока уплаты налога. — Понятно. — Требования также рассылаются федеральным казенным учреждением «Налогсервис», то есть они приходят из Нижнего Новгорода, рассылаются заказными письмами, также их необходимо получать на почте. И требование считается полученным по истечении шести дней с даты отправки заказного письма. То есть не получив на почте, гражданин не должен ошибочно полагать, что мы не начнем процедуру принудительного взыскания. — Елена Викторовна, скажите, пожалуйста, появилась новая обязанность у налогоплательщиков сообщать данные о приобретенной недвижимости и имуществе. В связи с чем это возникло и как нужно сообщать, когда, в какие сроки, о каком имуществе? Вот немножко поподробнее. — Да, с 2015 года у налогоплательщиков появилась новая обязанность сообщать налоговые органы об объектах имущества, на которые за весь период владения не приходили налоговые уведомления на уплату налогов. — Эта норма закреплена налоговым кодексом. Такую информацию налогоплательщик обязан передать в налоговые органы в соответствии с формой установленной. — И законодательством предусмотрен, если можно выразить, льготный период легализации таких объектов до 1 января 2017 года. — То есть в чем заключается вот это такое послабление до 1 января 2017 года? — Плательщики, которые сообщат налоговый орган о таких объектах, налог будет начисляться с того периода, в котором налогоплательщик заявит свои объекты к налогообложению. Если этого не произойдет, то после 1 января 2017 года в случае выявления налоговым органам самостоятельно таких объектов, налогоплательщику будут начислены налоги за предшествующие 3 налоговых периода и будут применены штрафные санкции в размере 20% от суммы неуплаченного налога. — Да, понятно. Вот еще хотелось бы по неплательщикам тоже разобраться. Ситуации могут быть самые разные. — Мы все знаем, предупреждены, что если есть какая-то задолженность, можно не вылететь за границу из аэропорта. В каких случаях это происходит? Когда какая сумма задолженности? — Это происходит в тех случаях, когда мы начинаем процедуру принудительного взыскания, направим исполнительный документ судебному приставу, и именно судебному приставу дано такое право в рамках закона об исполнительном производстве выносить постановление об ограничении выезда за пределы Российской Федерации. — В свою очередь мы, как взыскатель, направляя исполнительный документ во всех случаях, ходатайствуем о вынесении такого постановления. Сумма здесь от 10 тысяч рублей на сегодняшний день. — А вот, допустим, можно ли эту ситуацию там же исправить, заплатить и отправить счета или что-то, подтверждение? Или нет? — Нет, к сожалению, исправить ситуацию нельзя, потому что даже, ну, во-первых, если там даже будет установлен терминал для уплаты налогов, деньги одномоментно не поступят на депозитный счет службы судебных приставов. Сами понимаете, это определенный промежуток времени, то есть прохождение денежных средств от банка до депозитного счета судебных приставов, а еще и судебный пристав должен перечислить их в бюджет, и только после этого выносить постановление о снятии ограничений выезда. Поэтому ознакомиться с суммой задолженности лучше заблаговременно. — А вот как это можно сделать, мы сейчас узнаем из ролика, который создан службой налоговой по Самарской области. Мы сейчас его посмотрим, продолжим разговор. И я хочу напомнить, что мы в прямом эфире. Если у вас есть вопросы по оплате налогов, по льготам и штрафным санкциям, пожалуйста, звоните, задавайте, еще есть время. — Хотите узнать свою задолженность? Это очень просто. Зайдите на сайт налоговой службы в раздел «Физические лица». Перейдите по ссылке «Наличие задолженности или переплаты». Здесь имеется подробная справочная информация, а также ссылка на сервис «Я хочу узнать свою задолженность». Войдите в свой личный кабинет. Для этого введите ИНН и пароль. Система выдаст информацию о всех ваших задолженностях и пенях по ним. Здесь же вы можете их оплатить. Отметьте, какие задолженности вы хотите оплатить и выберите удобный для вас способ оплаты. Для оплаты наличными, например, через Беркассу на портале, можно сформировать платежные документы. Можно также оплатить безналичным переводом через банк. Портал Федеральной налоговой службы помогает решить все проблемы быстро и удобно. Налоговая служба идет в ногу со временем, появляются новые интернет-сервисы, становится удобнее платить и так далее. А еще что меняется в налогообложении? На что нужно обратить внимание? В 2015 году у нас еще несколько нововведений появилось в соответствии с требованиями налогового кодекса. Это одно из них то, что налоговые органы в этом году не рассылают налоговое уведомление с суммой исчисленного налога менее 100 рублей. Такие бывают налоги менее 100 рублей. Но здесь не нужно понимать то, что списывать и уплачивать их в принципе не нужно. Речь идет о том, что на протяжении нескольких налоговых периодов сумма налога будет исчисляться. И в момент, когда сумма исчисленного налога превысит 100 рублей, налоговое уведомление за несколько предшествующих период будет сформировано и направлено налогоплательщику. Поэтому уплата будет производиться сразу за несколько налоговых периодов. Ну и еще несколько моментов, которые в этом году также приняты законодательством. Это принят повышающий коэффициент для уплаты транспортного налога на дорогостоящие автомобили, которые стоимостью более 3 миллионов рублей. И хотелось бы еще обратить внимание, неоднократно налогоплательщики задают вопрос, все-таки почему вот Крастина Анатольевна говорила об этом, что Нижний Новгород направляет. То есть хочется сказать, что можно без опасения оплачивать эти уведомления. Это действительно так, потому что единый центр, который печатает, конвертует и делает рассылку налоговых уведомлений. По всей России, наверное, да? По Привожскому округу. А, по Привожскому, понятно. Пока у нас Привожский округ, по Привожскому из Нижнего Новгорода. Да. И еще хотелось бы все-таки вот к теме вернуться неоплаченных вот этих задолженностей. Вот если дело дошло до судебных приставов, вот допустим, когда штрафы платишь за ДТП или там за что-то вот такие, там сумма удваивается через полгода, по-моему, вот этих вот штрафов. В налоговой, такая же система или нет? Или эта сумма остается прежней? Тоже очень важно знать, потому что не оплатишь вот там 3 тысячи, придешь там уже 6 через полгода и так далее. Нет, сумма налога, она исчисляется единовременно, она остается без изменения. Единственное, что дополнительно платит гражданин, это пене, как я уже сказала, и исполнительный сбор 7% от суммы неуплаченного налога. Никакого удвоения суммы налога не происходит. Ну, это в любом случае нужно платить. Да, да, да. И если вот переходить уже к таким серьезным мерам, чтобы понять все это, что это действительно серьезно, что можно даже имущество лишиться, если ты не платишь налоги. В каких случаях вот приступают, какое имущество могут изъять налоговые органы или там другие представители? Судебный пристав в рамках возбужденного исполнительного производства оценивает имущественное положение должника. Также мы передаем те сведения, которыми мы располагаем об имуществе должника, сведения об открытых счетах в банках, сведения о принадлежащем движимом-недвижимом имуществе, о месте получения должником доходов и уже поэтапно осуществляет процедуру принудительного исполнения. Сначала обращаются взыскания на денежные средства, которые получает должник. Это может быть и предъявление к банковским счетам, списание денежных средств банковских счетов. Из карточки даже могут быть экспедиции. Да, из карточки, да. И также могут направить исполнительный лист по месту работы должника, по месту выплаты пенсии, стипендии. То есть работодатель либо пенсионный фонд будут удерживать половину дохода в счет погашения долгов по налогам. Без согласия на то, вот никакого согласия уже у владельца вот этих денежных сумм уже требоваться не будет? Нет, конечно. Потому что есть судебное решение и идет процедура исполнения судебного решения. Все свои возражения должник мог заявить ранее в суде, если есть какие-то несогласия с исчисленными суммами налогов, либо еще получив налоговое уведомление. То есть тоже можно обратиться в налоговые органы, разобрать ситуацию с исчисленными налогами, если с чем-то гражданин не согласен. Поэтому дожидаться исполнительного производства, я думаю, не стоит, а нужно заблаговременно выяснять всю свою ситуацию с налоговыми платежами. У нас есть еще один сюжет, в котором идет речь о том, что человек лишился даже машины за то, что не оплатил вовремя налоги. Давайте его тоже посмотрим и продолжим разговор. Не платишь налоги, придется расстаться с имуществом. Хозяин этой машины несколько лет не платил транспортный налог. В итоге задолжал более 50 тысяч рублей. Теперь на его автомобиль наложен арест. Машина будет продана на торгах. Вырученные средства пойдут в счет погашения задолженности. Наложение ареста на имущество, говорят приставы, не единственная мера. Если у должника имеется задолженность, и задолженность не оплачена в течение пяти рабочих дней после уведомления должника, то, соответственно, взыскивается сумма исполнительского сбора, это 7%. Также ограничивается выезд за пределы Российской Федерации, обращается в взыскание на счета, выставляются запреты на недвижимость, если это большая сумма, и транспортные средства. Узнать, имеются ли задолженности без лишнего труда, может каждый налогоплательщик. Для этого нужно зайти в личный кабинет специального электронного сервиса «Налоговая инспекция». Для того, чтобы воспользоваться личным кабинетом, нужно в любой налоговый орган, доступный данному физическому лицу, подать соответствующие заявления. Налоговый орган на основании поданного заявления выдает парольную карту, с помощью которой осуществляется первоначальный вход в личный кабинет, и дальше меняется пароль по усмотрению самого налогоплательщика. Только в советском районе Самары злостными неплательщиками являются более 370 человек. Общая сумма их долга свыше 30 миллионов рублей. Налоговые инспекторы советуют не затягивать с уплатой, и еще раз напоминают о крайнем сроке 1 октября. В противном случае разговор с неплательщиками будет короткий. К нам поступает первый вопрос от телезрителей. Звоните, еще есть время. Александр интересуется. Я не оплатил налоги за гараж, мне уведомление не приходило. А на портале госуслуг я увидел, что у меня есть задолженность. А адрес там был указан неверно. Мне выдали квитанции оплатить за текущий период и за три предыдущих. И пение, и в течение часа, через три дня у меня опять снова появились пени, а адрес так и не исправили. Что же это такое, откуда насчитались пени? Как вот действительно в таких ситуациях, когда человек видит, что что-то не то, не так, как все это исправить? Хорошо, я частично поясню то, что сейчас по этому вопросу. Во-первых, плательщик говорит, я не получал налоговое уведомление. Вот мы как ранее уже рассказали, что любой документ направляется заказным письмом. Заказным письмом направляется по адресу регистрации налогоплательщика. То есть данные адреса, которые регистрируются или перерегистрируются, они также приходят из определенных государственных структур, которые владеют этой информацией, соответственно, поступают нам. Поэтому, во-первых, плательщик должен был прийти в почтовое отделение получить. Если налогоплательщик проживает по другому адресу, фактически отличному от адреса регистрации в паспорте, то, соответственно, налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о том, чтобы присылать ему всю почтовую корреспонденцию налоговую на тот адрес, где он фактически проживает. Другой вопрос еще какой был по поводу начисления пени. Да, да, да. Опять появились через три дня, опять появились пени. Вот как так? А адрес неисправлен. Ну, про адрес неизбавлено. Понятно. Пени появляются, пени, вернее, отражаются в требовании на дату формирования документа. То есть на, ну, неважно, там на первое число определенного месяца. Плательщик получил это требование и оплатил его через три дня. То есть на промежуток три дня, соответственно, пени начисляется тоже до момента погашения задолженности самой, самого налога. И вот какой-то маленькая сумма какая-то, она все-таки набегает. Поэтому плательщикам необходимо знать, то есть на момент погашения долга сумма пени, она отражается. Следующий вопрос. Я оплатил налоги, но информация о произведенной оплате налоговых платежей не появилась. Почему? Теперь что мне ждать, что пени начислят? Ну, нет, здесь тоже немножечко касалось уже, Татьяна Анатольевна, этого вопроса, что определенный временной промежуток необходим для прохождения всех технологических операций по поступлению денежных сумм в налоговые органы. То есть если плательщик произвел списание со своей банковской карты, ну, неважно, как он оплатил, наличными денежными средствами, день поступления этих средств будет именно тот, в который произошло это списание. Но появятся эти данные позднее в налоговом органе. То есть пени за прохождение промежутка вот этого платежа, они насчитываться не будут. Но опять в том случае, если этот платеж был сделан до срока, установленного законодательством. Понятно. Следующий вопрос от Светланы. Я брала кредит в банке на автомобиль с первоначальным взносом и оформила каско. На автомобиле случилась авария, ее признали к утилизации. Страховая полностью возмещает ущерб банку, но так как у меня первоначальный взнос удерживается 13%, но удерживает 13% подоходного налога правомерно или нет? Вот как вообще 13% кредит, взнос, авария, все вот в одном? Здесь немножко не по теме нашего разговора. 13%, я так понимаю, идет речь о налоге на доходы физических лиц, с того дохода, который получен в качестве выплаты по КАСКО. Настолько, насколько понятно задан вопрос. Поэтому налог на доходы физических лиц уплачивается с любого дохода, который выплачивается на налогоплательщику. Соответственно, здесь факт получения дохода и налогообложения налог на доходы физических лиц. Это не имущественный налог. Понятно, да, это не имущественный налог. Следующий звонок от телезрителя, он обеспокоен тем, что долги по налогам могут удержать заработные платы, и то, что он должник, узнают еще и на работе. Почему такое допускается? Какие могут быть последствия вообще от неуплаты налогов? Вот действительно, вот здесь не нарушаются правовые какие-то этические нормы, что весь коллектив на работе узнает, что вот должник. А это не очень, наверное, всем приятно. Никакие правовые нормы не нарушаются, потому что взыскание производится строго в соответствии с законодательством Российской Федерации. И когда мы подаем заявление в суд, также уведомляем об этом гражданина, что начата процедура судебного взыскания с него. Поэтому, если он никакие возражения в суде не предъявил, суд выдал исполнительные документы уже в рамках исполнительного производства. Это полностью полномочия судебного пристава предъявить исполнительный лист на работу, либо судебный приказ работодателю. То есть здесь уже снимаются все ограничения на предмет сохранения каких-то конфиденциальных сведений в отношении должника с того момента, как есть судебное решение исполнительной производства. В каждом деле используется, как говорят, икнут, и пряник. Вот мы все говорим о каких-то вот нарушениях, наказаниях, санкциях и так далее. Но существуют же и льготы при оплате налогов. Вот для каких категорий? Какие категории населения могут ими воспользоваться? Какие льготы? В процентном отношении или что-то еще? Да, по всем трех налогам, по имущественным, конечно, имеется в перечине категории налогоплательщиков, так скажем, льготная категория. Самая большая категория платежиков – это, конечно, пенсионеры, инвалиды, инвалиды с детства. Ну и есть, конечно, и участники еще Великой Отечественной войны и другие несколько категорий. Хочется сказать о том, что не налоговый орган устанавливает эти льготы. Льготы устанавливаются, в частности, если взять налог на землю, каждым муниципалитетам. У нас больше 340 муниципалитетов. В каждом есть некоторые нюансы по наличию льгот. То есть, в отличие от, например, городского округа Самары и какого-то там района Волжского, будут разные льготы. И в размере, и в категории платежиков, которым предоставляются. Льготу можно получить, обратившись в налоговый орган с заявлением и приложением документов, которые подтверждают право на получение льготы. То есть, либо пенсионное удостоверение, либо справку из медицинского учреждения об инвалидности, ну и так далее. Весь перечень документов, он тоже в законодательстве отражен, какие необходимы документы. При всем при этом у нас по одному налогу, по транспортному налогу в отношении пенсионеров льгота предоставляется, ну так скажем, автоматически в 50-процентном снижении отставки налога пенсионерам. Но, опять же, только в отношении транспортного средства мощностью менее 100 лошадиных сил. То есть, это тоже надо знать, что не всем пенсионерам на все автомобили, а только 50% только до 100 лошадиных сил. А это какие машины? Ну, и наши, ВАЗовские. Понятно, потому что я сейчас начала сказать. Есть определенный перечень. Если такие машины, то тогда будет скидка 50%. Да, пока 100. Следующий вопрос от Оксаны. Я захожу в свой личный кабинет, в налоговый, и там написано, что у меня долг 36 копеек. Что-то мне за это будет, я ведь все время все плачу. Вот такая сумма смешная, можно сказать. Возможно, это пение, и, возможно, Оксана заплатила налог, но буквально на один день позже, да, поэтому такая сумма. Либо, ну, вот я могу только так эту ситуацию увидеть. Ну, конечно, за 36 копеек ничего не будет. Сами понимаете, затраты, да, на процедуру принудительного взыскания значительно превысят долг в сумму 36 копеек. Ну, просто, скажем так, если некомфортно жить с этой суммой, наверное, стоит ее все-таки заплатить, да. Или прибавиться к следующему, вот, к следующему уже платежу. Да, 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 когда наступит срок следующего платежа, можно просто увеличить сумму платежа на 36 копеек, и все, и вопрос исчерпан. Еще тоже много вот таких нововведений сегодня, что можно оплатить какие-то суммы за должность через интернет-сервисы. Вот в налоговой есть такая возможность? Или платить вот по привычным нашим схемам? Через банки и так далее. Конечно, мы сейчас очень большую информационную кампанию ведем по поводу подключения налогоплательщиков уже второй год, в общем-то, по поводу подключения налогоплательщиков к личному кабинету. Эта процедура не очень сложная. Можно обратиться в любой налоговый орган, получив первичный пароль доступа к этому кабинету, соответственно, в домашних условиях, поменяв его на свой, так скажем, пароль, который будет знать личный налогоплательщик, уже пользоваться всеми сведениями. И платить можно через личный кабинет? В том числе, производить оплату, распечатывать уведомления на оплату, квитанции, производить оплату через личный кабинет. Соответственно, все делать не посещаемо. У нас еще один сервис есть «Заплати налоги». Это новый сервис, называется именно так «Заплати налоги», то есть уже не подключаясь к личному кабинету, любой гражданин, зайдя на интернет-сайт Федеральной налоговой службы www.3wnalog.ru, в разделе «Электронные сервисы» может увидеть эту вкладочку «Заплати налоги» и там сформировать платежный документ на оплату, введя свои личные данные и сумму долга. Из карточки, вот со своей, можно снять. Из карточки, да, через банк «Партнер», провести оплату, это будет без комиссии, что удобно, я думаю, для каждого из нас. Да, вот это важная информация. Следующий вопрос от нашего телезрителя. Если человек переехал в другую область жить, в России, и есть долги в налоговой, что с этими долгами делать? Их он должен оплатить или нет? Вот жил в Самарской, уехал в другую, а налоги-то здесь же у него, а не там. Обязательно нужно заплатить, потому что, являясь гражданином Российской Федерации, независимо на территории какого субъекта гражданин проживает, он обязан исполнять свою конституционную обязанность по уплате налога. А вот его действия, он приехал в другую область, он должен идти в налоговую и сообщить о том, да, что он как-то встать на учет. Нет, зачем? Сведения вот Елена Викторовна уже говорила, да. Если объект в другом регионе остался в его собственности, то есть он не продал, не подарил этот объект, то, соответственно, по новому адресу места жительства ему будет приходить сумма исчисленного налога, то есть уведомление. То есть наш самарский регион, там какой-то налоговый орган будет делать расчет и отправлять по новому адресу места жительства для оплаты. Следующий вопрос тоже очень важный для определенной категории населения. У меня нет интернета. Где я могу узнать о своей задолженности по налогам? Вот в таком случае. Узнаешь? А, узнаешь? В этом случае, я думаю, надо обратиться в инспекцию по месту жительства, прийти с паспортом, чтобы мы удостоверились в личности заявителя. И тогда инспекция выдаст ему справку о задолженности, в которой будут видны все долги по налогам. И также инспекция может помочь ему сформировать платежный документ на оплату. Но в этом случае только в инспекцию по месту жительства. Если нет возможности подключиться к личному кабинету через интернет-ресурсы. Потому что, конечно, есть и такие люди, у которых нет интернета. У нас остается буквально минутка. Елена Викторовна, напомните еще про дату, очень важную, с которой вы, собственно говоря, и начали. Да, с этой даты мы начали. И хотелось бы, чтобы платежики в избежании всех мер принудительного взыскания и впоследствии каких-то все-таки оплатили завтра налоги, которые исчислены по уведомлениям. Ну и как мы говорили, что способов оплаты сегодня становится больше, это удобнее, сервисы помогают. Спасибо большое за то, что пришли и рассказали про такую важную тему. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»